Всем большой привет! Добро пожаловать! Сегодня мы с вами займемся разбором пустых баночек, покажу, что из косметики у меня закончилось и вынесу финальный вердикт этим продуктам. Что я буду повторять, что не буду, что мне понравилось, что категорически не понравилось. Ну, в общем, вы знаете, что такое пустые баночки, это наша с вами любимая косметическая рубрика, так что давайте не будем затягивать и будем скорее начинать разбирать. Поехали! Ампулы для зоны вокруг глаз от бренда Janssen Cosmetics, называются они Awake. Это такая легкая сыворотка в формате ампул, которая наносится, соответственно, под глаза. Мне эти ампулы очень понравились, они классно увлажняли, они разглаживали кожу под глазками, давали эффект такой вот сияющий изнутри кожи, и вот в целом зона под глазами визуально становилась более свежей, такой как будто бы, знаете, отдохнувшей. При этом текстура у этой сыворотки, у этих ампул очень такая легкая, как слегка загущенная гелеобразная водичка, супер быстро впитывалась. В общем, классный продукт, мне очень понравился. Здесь в упаковке было сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ампул, и одной мне хватало где-то на неделю использования, два раза в день, утром и вечером. То есть, в принципе, использовался продукт довольно-таки экономично. Вообще, вот этот бренд, Janssen Cosmetics, мне очень нравится, у них классный уход. Я определенно буду с этим брендом продолжать дальше знакомиться, пробовать какие-то у них новые продукты. Я вам уже рассказывала об их креме для лица, который мне просто супер классно подошел. Ну, в общем, короче, бренд хороший, буду еще 100% от них что-то пробовать, и эти ампулы я бы тоже с радостью повторила. Большой флакон молочка для тела от Topic Cream. Это ультра увлажняющее молочко, и оно подходит для использования всей семьей, в том числе даже для младенцев. Тут вот прямо на этикетке написано, что сделано оно под контролем дерматологов, педиатров, подходит для младенцев, детей и взрослых. Короче, можно взять и пользоваться всей семьей. Но я брала для себя, и пользовалась я им одна. Мне понравилось это молочко, оно очень хорошо увлажняло кожу, хорошо убирало сухость кожи, после него такая мягонькая, была приятная, довольно-таки быстро впитывалось, никаких пленок на теле не оставляло. Но вот насчет использования на младенцах я, конечно, не знаю, потому что этот продукт с отдушкой, здесь такой пудровый нежный аромат, мне, взрослому человеку, этот аромат приятен. Но вот стоит ли наносить на младенца крем для тела с пудровым ароматом, я не знаю, мне кажется, что, наверное, все-таки для грудничков лучше выбирать что-то вообще без каких-либо отдушек. Ну, короче говоря, мне этот продукт для себя понравился, я с удовольствием использовала все 500 мл, и я его буду однозначно повторять, и для сухой кожи могу порекомендовать хороший. Пенка для умывания от бренда Лин, Лун, я не знаю даже, как это прочесть, не очень понятный здесь логотип. В общем, я нашла эту пенку в Магнит Косметик, за какие-то копейки она стоила, по-моему, рублей 80 или 90, она была на скидках, стояла там где-то в самом низу, в углу, там, в самой дальней полке, я ее случайно как-то увидела. Это корейская пенка, классическая, такая кремообразная, я ее взяла специально для того, чтобы отмывать кисточки, кисточки для макияжа, потому что вот такие пенки, довольно-таки агрессивные, которых очень хорошо отмывают, они классно подходят именно для мытья кистей. А для лица я ее не использовала, потому что она сушит, даже вот когда ты просто моешь ей кисти, у тебя руки просто катастрофически пересыхают, и потом руки просто требуют нанести на них килограмм крема. То есть, вы представляете, если это пенкой умывать лицо, просто пересушишь свою кожу вообще напрочь, убьешь весь защитный слой на коже, и, в общем, ничего хорошего из этого не будет. Поэтому для лица категорически no, не советую, не берите, не покупайте. А вот для мытья кистей мне понравилось, я вообще классно свои кисти ей отмывала, она хорошо вымывает любые кремовые продукты, все мои белые кисти, даже перемазанные там в супер ярких каких-то румяных бронзерах, они все равно становились белые после мытья. Короче, для кистей хорошая штука. Что у меня тут еще? Еще у меня здесь, у меня сегодня тут прям много, кстати, корейских средств, даже не знаю, за что хвататься. Но давайте не про корейское поговорим, про корейское потом, давайте поговорим про Icon Skin. Это мицеллярная вода для всех типов кожи, в том числе она подходит для чувствительной кожи, потому что она из такой линейки, которая называется Dermatherapy, это линейка такая в этом бренде вся гипоаллергенная, без всяких там красителей, ароматизаторов и всего остального. В общем, максимально деликатная линейка. И эта мицеллярная вода мне понравилась, я прям с удовольствием израсходовала весь большущий флакон, она хорошо снимала макияж с глаз, не раздражала глаза, не щипала, не вызывала у меня никаких неприятных реакций. Для лица, в принципе, она тоже хорошо подходит, ну я просто больше люблю для лица использовать все-таки гидрофильные масла, но иногда и с лица тоже смывала макияж ей. Хорошая, если вы в поисках хорошей мицеллярной воды, могу однозначно ее посоветовать. Крем от корейского бренда Jenny House с керамидами и с водой трюфеля, трюфель water, что бы это ни значило, наверное, какой-то экстракт трюфеля. В общем, это такой глубоко увлажняющий крем, и он по текстуре на самом деле очень приятный, и по первым впечатлениям я думала, что мы с ним прям станем лучшими друзьями, и я вот буду вам его по результатам использования нахваливать, потому что он такой вот легкий, гелеобразный, и он прям быстро впитывается, такой, знаете, как водичка, превращается в водичку, когда ты его распределяешь. Но он оставляет неприятную какую-то пленочку, и под этой пленочкой лицо прям преет, и из-за этого у меня начинают забиваться поры и вскакивают высыпания. Я сначала это не сразу поняла, я какое-то время им пользовалась, ну вот где-то одну треть я израсходовала, и я как-то не могла понять, что у меня с лицом происходит. Смотрю, поры все грязнее, грязнее, я все делаю, эти очищающие маски, какие-то пилинги не помогает. Потом я поняла, что скорее всего дело именно в этом креме, я его убрала из ухода, и состояние кожи нормализовалось. В общем, у него такая обманчивая легкая текстура, по факту он создает неприятную пленку на лице, поэтому посоветовать его, к сожалению, не могу, хотя надежды на него были большие. Что тут у меня еще лежит интересненького? Лежит у меня здесь гель для душа, гель для душа Тезори Ди Ориенте с ароматом, с ароматом цветок дракона. Очень понравился, вообще мне нравятся гели для душа этого бренда, они классно пахнут, у них такие восточные мускусно-пудровые ароматы, хорошо моют тело, не пересушивая при этом кожу, плюс удобные флакончики вот на таких петельках можно где-то в ванне на крючочек подвесить, ну и в целом какие-то такие вот у них тюбики эстетичные. Ну, короче, мне нравятся эти гели для душа, несколько флаконов уже израсходовала, и 100% буду повторять, буду повторять прям однозначно, ну, буду пробовать какие-то другие ароматы, пока дублировать ароматы не хочу, хочется попробовать еще что-то из этой линейки, потому что выбор там, ну, очень большой. Как бы смывашка для волос от Ифраше выкидываю, не закончив флакон, потому что у меня кончился срок годности, я просто перестала им пользоваться, потому что у меня появились продукты, которые мне подходят и нравятся больше, и как-то этот крем у меня ушел вглубь ящика, я про него забыла, и, в общем, стоял он стоял и испортился. Но, в целом, я помню, что когда я им пользовалась, он мне нравился, он неплохой, приятный пах, давал такое распутывание, легкое увлажнение волосам, но с ним надо было очень осторожно в том плане, что если его много нанесешь, волосы будут как жирные сосульки, поэтому его нужно прямо вот капелюшечку наносить, тогда нормально. Ну, в общем, как бы нормальный, но повторять точно его не буду, потому что у меня есть несмываемые продукты, которые мне нравятся больше. Скраб для тела. Скраб для тела от Pussy это Body Shimmering Scrub, то есть это у нас скраб с блестками. И здесь действительно было очень много блесток, вот даже вот на дне баночки они еще видны. У этого скраба очень интересная текстура, он такой как кинетический песок, то есть он состоял вот из маленьких сахарных частичек, но при этом обычно сахарные или солевые скрабы, когда ты берешь, да, они имеют свойство рассыпаться с кожи, ну, какие-то частички опадают. А здесь вот такая формула кинетического песка, как бы немножко тягучая, и этот скраб, на удивление, вообще не отваливался с кожи, то есть он как бы вот равномерно наносился и ничего никуда не осыпалось. Хорошо скрабировал, хорошо отшелушивал, кожа была мягкая, блестки на теле после использования оставались. Гадкая разочаровашка, о которой я вам уже рассказывала в ролике с обзором покупок из Магнит Косметик. Собственно, вот этим продуктом я попользовалась пару раз, и он отправился в пустые банки, и после пустых банок он отправится в мусор. Просто хочу еще раз вам о нем рассказать, вдруг вы не смотрели Магнит Косметик. Не берите, просто не берите. Это средство, это натуральный дезодорант от Synergetic с рабатом лимонный кедр. Вообще натуральные дезодоранты не должны блокировать потоотделение, они просто должны нейтрализовать неприятный запах пота. Но этот дезодорант не делает ничего, он ничего не нейтрализует, и плюс еще запах пота смешивается с не очень приятным запахом дезодоранта, и получается просто какая-то ядерная смесь. И в общем, лучше ничем не пользоваться, чем вот пользоваться им, честное слово. Когда вот я его первый раз нанесла, через пару часов почувствовала этот невероятный аромат от себя, думаю, господи, лучше бы я вообще ничего не наносила. И, кстати, когда я его поругала в ролике про магнит Косметик, очень много девчонок написало, что тоже супер недовольны этим продуктом. Так что у нас такое уже, можно сказать, коллективное мнение на моем канале, что этот дезодорант, девчонки, покупать не надо. Не ведитесь на его красивую упаковку, это полная фигня. Что тут у меня еще лежит? Такая ярко-сочная лимонная баночка. Это у нас патчи под глаза от Skin79. Lemon Real A Pet. И, в общем, когда я их заказывала, я почему-то была уверена, что это будут гидрогелевые патчи. Я как-то, наверное, невнимательно смотрела информацию о продукте при заказе, но оказалось, что это не гидрогелевые патчи. Это были такие кружочки тканевые, как вот тканевые маски из такого же материала, только вот кружочки. Они были в форме лимонных долек. В общем, я израсходовала эту банку до конца. Этих патчей здесь было немного, всего лишь 30 штучек. Ну, повторять я это точно не буду, потому что они какие-то никакие. Они просто давали очень легкое увлажнение и все. Единственное, их было удобно клеить на межбровку. Под глаза, вот такие кружочки, клеить неудобно, потому что они, получается, не захватывают самую проблемную зону. Как раз-таки вот тут вот, где синевая припухлость образуется во внутренних уголочках. Они не захватывают внешние уголочки, где гусиные лапки. Они как-то вот тут вот крепятся, да, на щеке. Ну, как бы и к чему это? Ни к селу, ни к городу. Поэтому повторять не буду, но закончила до конца эту банку. То есть, в принципе, ничего катастрофического в них нет. Просто продукт, я считаю, что ненужный. Вот эти патчи я могу похвалить. Это уже были гидрогелевые патчи. Они от бренда Benabi. Этот бренд в Улыбке Радуги представлен. И эти патчи с муцином улитки и с коллагеном. Классические широкие гидрогелевые патчи, которые как раз-таки захватывают всю ту зону, которую нужно захватить. В них было довольно-таки много эссенций. Они были хорошо пропитанные. И после них был хороший эффект. Кожа разглаживалась, напитывалась, увлажнялась. Выглядела посвежее. Утренние припухлости снимались. Ну, в общем, хорошие работающие патчи. Вот их я бы повторила. Их могу посоветовать. Тоник для лица от бренда Hadalaba. Hadalaba? Нет, не Hadalaba. Я все время забываю, как называется этот бренд. Тут просто логотип HL. Я все время путаю. По-моему, не Hadalaba. Потому что Hadalaba это у нас корейский, а это у нас что-то израильское. Господи, здесь написано таким шрифтом мелким. И он сливается с флаконом. Я не могу понять. Не могу понять. А, все, это Holy Land. Это не Hadalaba. Это у нас Holy Land. Израильский профессиональный косметологический бренд для лица. Он с экстрактом женщины и с морковным маслом. И этот тоник освежает, выравнивает тон кожи и обновляет кожу. Он мне очень-очень понравился. Кожа после него была классная. Мягкая, увлажненная. Такая с приятным свечением изнутри. Прям отлично работающий тоник. Прям отлично работающий тоник. Я его 100% хочу повторить. Потому что эффект от него виден. Уже много таких флакончиков я израсходовала и показывала в пустых баночках. Это гель для интимной гигиены. Фиора. Он с молочной кислотой. С экстрактами календулы и ромашки. Беру в магнит косметик. Хороший, такой деликатный. С нейтральным, неярким ароматом. Не вызывает никакого там жжения, раздражения. Для нежных, деликатных зон идеально подходит. Мне этот гель очень нравится. Два крема из корейского бренда V on You. Линейка Energy Up. Это у меня дневной и ночной крем. Эта линейка предназначена для тех, кто хочет отсрочить появление признаков старения на коже. И они мне понравились. Я израсходовала и ночной, и дневной до конца. Очень хорошо увлажняют, смягчают, напитывают кожу. После них классная. Единственное, эта линейка все-таки не для тех, у кого очень жирная кожа, девчонки. Эта линейка скорее для нормальной кожи, для комби, склонной к сухости, для сухой кожи. Мне в холодное время года они очень хорошо подходили. Как раз вот я люблю, когда холодная погода, переходить на что-то такое более питательное, более увлажняющее. Эта линейка классно шла в то время. Что тут у меня еще закончилось? Еще у меня, ну не закончился, но выкидываю продукт. Это у нас снова корейское средство. Ну вот люблю корейскую косметику. Что поделать, много у меня корейских продуктов. Кстати, выкладывала как-то в телеграм тут недавно. Прилетел мне комментарий под одним из видео, что значит, так как я славянка, мне нельзя пользоваться корейской косметикой. Что корейская косметика, она для кореянок, а славянкам надо пользоваться славянской косметикой. Я, конечно, знатно с этого посмеялась. И мы с девчонками начали в телеграм обсуждать, что есть такой миф, что якобы корейская косметика создана только для какой-то там особенной корейской кожи, и она ни для кого больше не подходит. Ну блин, это такой бред. Это просто наибридовейший бред. И тот, кто распространяет такие мифы, просто вообще совершенно не разбирается ни в косметике, ни в составах косметики, ни в косметическом рынке в мировом в целом. Ну я, конечно, с того комментария очень посмеялась. В общем, что это за продукт? Это у нас крем, ухаживающий для волос, который создан специально для кудрявых волос. И он должен как бы вот подчеркивать завиток, при этом давать уход за волосами. И я этот крем покупала в период, когда увлекалась кудрявым методом укладки. И вот как-то, когда я от кудрявого метода отошла, и этот крем у меня тоже стал простаивать просто без дела, я перестала им пользоваться, и по итогу у него кончился срок годности. Потому что здесь у нас очень большой объем, здесь у нас 150 мл. На одно применение нужна прям вот горошинка. То есть вообще, по идее, этот продукт, если даже пользоваться просто на постоянной основе, наверное, будет расходоваться года полтора, не меньше. Если вы используете кудрявый метод, то тогда можно присмотреться к этому продукту. Я знаю, что многим адептам кудрявого метода этот крем очень нравится. Ой, чуть не уронила. Очень нравится и подходит. Ну вот у меня, в общем, по итогу стоял без дела, опять же, перешла на другие несмывашки. Избавляюсь от абсолютно бесполезной маски для лица от бренда LeCata Professional. Это маска с цинком, и она позиционируется как очищающая, нормализующая работу сальных желез, антибактериальная, противовоспалительная и так далее. В общем, маска как бы для проблемной жирной кожи. По факту эта маска не делает ничегошеньки. Она просто ничего не делает. Что-то ее наносишь, что-то ее не наносишь. Ты просто время тратишь, когда ты ее накладываешь на лицо и ждешь, там, ходишь с ней 10 минут. Смываешь эффекта ноль, просто ноль. Да, она недорогая, но и в бюджетном сегменте есть классные очищающие маски, о которых я вам рассказывала, рассказываю и буду рассказывать, но вот это нет, это вообще ерунда. Интересная ночная маска для лица от Урьяш. Называется она Этермали. Наверное, как-то так по-французски читать не умею, простите. Эта маска попалась мне в каком-то то ли бьюти-боксе, то ли адвент-календаре, уже не помню. Это миниатюрка 15 миллилитров. И несмотря на то, что баночка вроде бы такая маленькая, мне хватило на самом деле ее довольно-таки надолго. Я ее успела хорошенько распробовать. И у этой маски на первый взгляд такая, казалось бы, очень легкая текстура. Она такая вот легкий-легкий гель, но при этом она действительно классно увлажняла кожу. И эта маска мне очень нравилась в морозы. Я вот как раз зимой ей активно пользовалась. И она прям хорошо восстанавливала обветренную кожу после мороза. Утром просыпаешься, личико такое мягонькое, увлажненное, свежее. И при этом она не провоцировала сильного саловыделения в Т-зоне, что у меня часто бывает с разными ночными масками. В общем, понравилась мне вот эта миниатюрка. Я прям с удовольствием израсходовала. Но сейчас на лето мне она точно не нужна, потому что она оставляет на лице небольшую пленочку. И летом вот этого мне эффекта точно не нужно. Летом как бы наоборот хочется что-то полегче без всяких пленочек. А зимой, когда коже нужно было восстанавливаться, этот эффект шел хорошо. Очень классная сыворотка для лица от Тиана. Называется она Ультра Лифтинг. Я израсходовала всю баночку до конца, и мне очень нравился эффект от этой сыворотки. Она прям делала кожу ухоженной. Вот ты ее наносишь, она впитывается, и у тебя такая вот прям нежная-нежная кожа, сияющая изнутри. Вся сухость, все пропадает. И классно она сочеталась с разными кремами. Я ее с разными продуктами комбинировала. Ни под одним кремом она не скатывалась, не проявлялась в этом как-то плохо. Прям очень понравилась. Отличная сыворотка. С удовольствием ее бы повторила. Гель для бровей плюс маркер для бровей от Vivienne Sabo. Честно говоря, не знаю, продается ли еще этот продукт, потому что это была какая-то лимитированная коллекция. Но средство было очень классное. Тут и гель был классный. С такой вот маленькой щеточкой он делал эффект ламинирования. А с другой стороны очень хороший тоненький маркер, которым можно было прорисовать себе тоненькие аккуратные волосочки. Вот прям вот все израсходовала здесь до конца и маркер, и гель. И была очень довольна этим продуктом, еще иногда этим маркером. Стрелочки себе рисовала. Тоже классно он в этом ключе работал. В общем, если еще продается, то берите. Хорошая штука. А вот этот тональный крем я выбрасываю вообще без сожаления. Я его вообще не поняла. Он у меня сто лет лежал. Раньше как-то был прям бум этого тонального. Это тон от Artvisage. И прям все его нахваливали. Говорили, какой он вообще крутой. Что прям самые крутые визажисты, которые пользуются только там люксом-перелюксом, пользуются с равно этим тоном от Artvisage. И он ничуть не хуже любого люкса и так далее, и так далее. В общем, купила я его еще в те времена. И с тех времен он у меня и лежал. Я его абсолютно не поняла. По мне, так этот тональный крем не стоит вообще никакого внимания. Плохой. Он просто плохой. Он плохо лежит на лице. Он плохо держится. Он течет с Т-зоны. Он закатывается в какие-то складочки, морщиночки мимические. Подчеркивает поры. В общем, какая-то ерунда. Вот просто ерунда. Я не понимаю, за что его хвалили. Мне абсолютно вообще не понравился. Крем для рук от Mia. Mea. I don't know, как правильно. Этот бренд продается в L'Etoile. И он у меня был с ароматом Chili Rose. Я вот за что люблю этот бренд, так это за их приятные ароматы. Это у них такие парфюмированные запахи. Там есть разные. И вот все, что я пробовала, мне в принципе все нравятся. У меня и гели для душа были, и молочко для тела от этого бренда. И вот кремы для рук. В общем, все у них такое приятное, ароматное, девчачье. Но какого-то супер увлажнения от этого крема не ждите. Он такой очень легкий. Он чисто вот днем ручки помазать, чтобы быстренько впитался. И до первого мытья эффект. Потом руки помыли, и снова они сухие. Какого-то пролонгированного эффекта супер напитывания от него не ждите. Закончилась у меня тушь для ресниц от Semi Beauty. Это бренд Оксаны Самойловой. Это удлиняющая и объемная тушь. Как-то знаете, эту тушь многие хейтят просто потому, что это тушь Оксаны Самойловой. Я старалась, когда ее покупала и тестировала, абстрагироваться от личности создателя. И не относиться заранее скептически, просто потому, что это косметика блогера. В общем, я старалась оценивать тушь объективно. И объективно эта тушь была хорошая. Здесь силиконовая щеточка, которая хорошо прокрашивала. И объемчик давала, и удлинение. И вела себя прилично эта тушь на глазах в течение дня. В общем, я закончила ее хорошая, хорошая. Я не буду ее повторять, потому что, в принципе, есть много аналогов этой туши. И в ней нет чего-то такого экстраординарного, чтобы я прям пошла за ней повторно. Но в целом, в целом, она мне понравилась. Ну и давайте закончим это видео зубной пастой. Это зубная паста от Локолюд из линейки Basic. Сегодня у нас, представьте, не сплат. Обычно у меня в пустых банках 100 упаковок сплата. Но сегодня у нас Локолюд. Локолюд я тоже, кстати, периодически покупаю. Если прихожу в какой-то супермаркет, и мне нужно просто по пути захватить зубную пасту, и я вижу Локолюд по хорошей цене, то как бы часто беру его. Ну, или если лежит сплат по хорошей цене. В общем, убираю обычно между этими двумя брендами. Конкретно вот эта паста Basic хорошая. И она действительно Basic, базовая. То есть такая ежедневная. Она без всякого там эффекта отбеливания. Она просто хорошо чистит зубы. У нее приятный мятный вкус. И она хорошая по качеству. Давайте на сегодня будем заканчивать. Надеюсь, что видео вам понравилось. Буду рада вашим лайкам, вашим комментариям. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok